Ола ми амигос, сегодня с вами Вакот и сегодня мы играем в Space Ingenius и собственно почему-то никто не удивился, ведь так? Ну что ж, на нашей базе уже все очень мило, ну кроме того, что я сейчас веду как дебил, но тоже совсем другая история. Так вот, сегодня мы будем с вами запускать нашу величественную ракету, но прежде чем ее запустить, я хочу вас кое-что попросить, точнее не попросить, а спросить. Ну, первое, попросить, чтобы вы все-таки не были жмотами, поставили мне пару лайков, да, это так, совсем тоненько, и еще кое-что, а именно, сколько вас живет в Киеве? Потому что мне сегодня написал один премного уважаемый МСЕ по имени Игорь Юденко и спросил меня, мол, Вакот, мне кажется, я тебя видел в Киеве, может это был ты, может это был не ты, ну, скорее всего, это был не я, но все же. Я так подумал, слушайте, а и правда, может если у нас соберется достаточно нам хотя бы человек 10, может, не знаю, 15, то можно даже будет как-нибудь пойти все вместе потусить, потому что в другой город я ехать точно не буду, а вот в Киеве почему бы и нет. В принципе, город, конечно, большой, но затусить на метро всегда можно доехать. Так вот, ну что ж, а сейчас продолжаем с вами тараторить о чем-то невыносимо интересном. Ладно, ладно, не будем отвлекаться и идем в нашу башню управления. Кстати, у нас, походу, в нашем здании нету кислорода, что не совсем хорошо. И, кстати, спасибо, господа, которые мне посоветовали, что когда нажимаешь букву H английскую, можно изменять интерфейс. Это очень-очень удобно, действительно удобно. Теперь мы такие взлетаем, если не боюсь разбиться об потолок. Ну что ж, да поможет нам хоть что-то. Я почему-то не могу туда залезть, но ладно, это не столь важно. Так, теперь заходим в группы. Подожди, не так. Нужно РВ1. Ионники. Ионники нам пока не нужны. Дистанционное управление. Управлять. Вот, по идее, мы сейчас сможем управлять этой штукой, но мы ее еще не будем. Давайте мы сначала ионники. Включить, выключить. Сможем их включить. Включили, выключили. Все работает. Это хорошо. Так, дальше. Все блоки. Отстыковочный блок. Где он? Где он? Вот он, стыковочный блок. Включить, выключить. Хотя, давайте, знаете, его все-таки перетащим как-то сюда, потому что все-таки далеко и опасно. Опасно. Так, теперь введем камеру. Включить, выключить. На самом деле, в хороших... Подожди, не то, не то, не то, не то. Обзор. Вот, вот. Все отлично работает. Так, все правильно. Наверное. Ну что ж, давайте, наверное, пока без камеры попробуем взлететь. Давайте выберем правильную позицию. Например, где-то вот так. Теперь отстыковываемся. Так. Фух. Смотрим. Блин, мы гироскопы забыли поставить, слушайте. Конечно, без гироскопа уже не так круто. Нам нужен гироскопчик. Гироскопчик, гироскопчик. Только где бы его взять? И куда бы его поставить, самое главное. Наверное, где-то сюда забабахаем. Что-то он не особо не хочет ставиться. Ему и так нормально. А остальная пластина нужна. Ладно, давайте мы немножко схитрим. Наш корабль сам чинится, и это хорошо. Значит, мы можем со спокойной душой залететь и спилить один гироскоп. Я уже совсем разучился все строить сам. Теперь мне нужно, чтобы все за меня строил на Нитфэкторе. Это немножко не круто. Так, 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 так. Потерялся на своем корабле. Ладно, давайте я вернусь, когда спилю гироскоп. Господа, есть две новости. Во-первых, первое, я все-таки построил этот гироскоп. А вторая новость, у нас закончился водород, и сейчас, по сути, на большой высоте, без кое-чего полезного. Так, давайте, в общем, как-то выйти и выжить. Очень мутненько, слушайте. Конечно, все очень уютно, но... Так вот же гироскоп. What the fuck? Меня натурить хотел. Тут два даже... Слушайте... Ааа, ладно. Фаталити. Самая ликвидация. Так. Это уже странно, потому что как-то... Ну, знаете, типа, я все-таки все сделала, но... А, мы, кстати, забыли построить в нашем... В нашей базе... Медпункт нужно будет построить. Потому что без медпункта жизнь не жизнь, как говорится. Ладно, никто так, конечно, не говорит, но все-таки... Без медпункта будет сложно. Вот это забегать, ходить, тыкаться туда-сюда. Так-так, по Шурику залетел. Так. К... РД, РВД. Так. Инвестационное управление управлять. Пять гироскопов. Что тебе не нравится? Все. Ну что ж, господа. Взлетаем. Наша ракета влетела. Так. Подождите. Давайте мы будем поменять ракурс. Ну что ж. У-ху. У-ху. Господа. Это что, закончился уран? Серьезно? Точнее, не урана. Нет. Не закончился. У-ху. У-ху. Так. На самом деле видок будет не самый лучший. Потому что мы все-таки летим в космос. Как-никак. А тут не запланировано. Да и камеру поставлю только в одну сторону. Ой-ой-ой. Подождите. Нужно держать его на определенный угол. Чтобы... Как бы проверить вообще сколько остается топлива? Блин, слишком все неудобно и непродуманно. Да и... Как-то... Мне интересно что ли. Да и пробуем все-таки использовать камеру F7. Ммм... Да. Определенно не лучше. Поехали. Пые... Лучше. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. 19... 18... Что гравитация крайне маленькая. Как помню. Но мы знаете что можем сделать? В принципе. Вот здесь остановиться во-первых. Вот здесь остановиться во-первых. и отцепить ой дистанционное направление управлять так давайте аккуратненько отлетим и посмотрим где собственно вторая часть нашего так этой частью мы цепились но все таки где остатки обломки кстати мы отсюда плохо видим так нам нужно вылетать выше из атмосферы потому что мы начнем падать это но как бы немножко не камильфо так давай 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 еще чуть-чуть нам нужно вылететь и мы сможем остаться здесь со спокойной душой потому что это будет хороший ретранслятор к тому же это ретранслятор с камерой которую мы спокойно можем использовать для наружного наблюдения и хорошей геолокации то есть во первых я потерял где у нас планета давайте будем так лететь так мы хоть знаем откуда мы летим мы можем определить где у нас находится враг если у нас будет враг какой-то хотя враг да если будет пиратов найти потому что мне уже скучно мне уже скучно хочется с кем-то мутки мучить но все-таки мне интересно где же осталась та наша штука мы же не могли ее просто брать она улетела она наверное улетела дальше конечно у меня же двигатель ее разогнало то тормозить было нечем потом в принципе все логично ладно я думаю давайте я скипну наверное отлет кстати это где-то должно быть гора которую я бы хотел посетить вот она но она аж там далеко конечно лететь будет ничего страшного так еще чуть-чуть о все привитации нет мы на месте господа вот здесь спутники останется правда правда наверное я слетаю к нему еще и поставлю одну солнечную панель потому что ему явно будет мало он выключится со временем это бы не хотелось ну что ж это победа господа мы запустили ракету и эта ракета теперь в космосе тарам все работает слушайте так подумал на самом то деле мы эту штуку еще можем помимо всего прочего использовать как хороший самонаводящийся снаряд то есть без шуток мы можем эту штуку разогнать с орбиты и как бахнуть почему-то что нам не нужно и это будет круто знаете такой себе работающий что это за хрень 106 метров почему так далеко ну ладно F6 F и вуаля мы здесь дома собственно мы никуда и не уходили но так оно как-то поуютнее будет так вообще давайте-ка попробуем посмотреть может что-то в округе есть что мы можем уничтожить твою мать ну что мне хочется файта серьезно на планете я уже засиделся I need more fight может даже в космос взлетим хотя на самом деле давайте сначала закончим базу полностью и тогда уже будем лететь потому что ну как-то нужно быть готовым так Y Y так я тебя сейчас боюсь отцепляться потому что что же знаешь что они сделали с этим вновлением сейчас я чувствую цеплюсь все к чертям собачьим разломается 3 2 1 вау даже ничего не сломалось инженер это вы вообще странно странно но все таки улица она прекрасна снежные вершины красота красота господа но никого нет безжизненная пустыня размером с огромную планету и никого не души одиноко здесь господа одиноко ну что ж тогда придется достраивать базу и потихоньку валить отсюда потому что потому что действительно одиноко нужно новых напарников нужно новые встречи нужно новые приключения нужно новое что-то да но это уже будет в следующих сериях на этом с вами был Вакот спасибо что смотрели всем удачи ребятка и адьос субтитры спасибо